Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор одинарного крючка фирмы OVNER модель 50188 и CIMA VIF-I. Данные крючки выпускаются в 11 размерах от номер 1 до номер 16. Сделаны они из толстой высококачественной проволоки и покрыты черным покрытием глянцевым. Крючок имеет вот такую вот форму, то есть, как можно видеть, крючок достаточно широкий, сделан из надежной толстой проволоки. Жало у крючка немного смещено в сторону цевья. Само цевьё у крючка довольно-таки короткое, то есть, крючок у нас небольшой, но при этом крючок достаточно широкий. Крючок имеет ушко, что, наверное, радует многих российских рыболовов, которые не привыкли использовать крючки с лопаткой. Поставляются крючки в стандартном пакетике овенровском. В пачке находятся от 4 до 10 крючков. Крючки у нас кованые и отлично подойдут для ловли крупной рыбы. Вообще, с данными крючками я познакомился достаточно давно, когда ловил, в том числе и на донке. Ну вот, сейчас на донке не ловлю, да и на поплавочную удочку сейчас всё реже и реже ловлю. А вот в размере номер 1 и номер 2 данные крючки приобрёл для того, чтобы сделать на основе них ассист-хуки. То есть, многие пилькеры идут, так скажем, в стоковом варианте без тройников, без ассист-хуков. И вот, как раз вот для таких вот пилькеров буду делать ассист-хуки с использованием данного крючка. Вот сейчас жду, когда приедет ассист-лайн, ну и соответственно буду делать ассист-хуки. Ну, кто не знает, это крючок с поводковым материалом, таким вот петелькой. В общем, можно использовать и для морской ловли, но также это один из лучших фидерных крючков. То есть, много у меня знакомых, которые при ловле на фидер как раз вот используют данные крючки. Почему? Потому что они надёжны и не подведут. То есть, они очень острые, и если он вцепился в пасть леща, например, то шанс того, что он сломается или там разогнётся, очень минимален. То есть, он практически исключён за счёт того, что крючок мощный, за счёт того, что он толстый, у нас крючок не режет, например, губу. Единственный, может быть, минус у крючков то, что если пересчитать на цену одного крючка, это не совсем бюджетные получаются данные крючки. Но, опять же, это одни из лучших крючков для фидера, для поплавочной удочки. Ну и, как я вам сказал, можно использовать их и при ловле на море. Поэтому, обратите внимание на них. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!